Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok С ним остался Синька на центре Постал на лавке В ожидании какой-то халявы с двадцатки Но никто уже не выйдет Ну если сейчас брать, наверное В расчет предыдущие игры То можно сказать, что Нипы должны победить Где-то со счетом 16-12, 16-13 16-11 Мы еще не видели на этом чемпионате Инферно, и поэтому оно вдвойне интереснее Как говорил Слэм в начале эфира Инферно сейчас реально за защитой Защита здесь должна рулить и тащить Посмотрим, как будет на этот раз И посмотрим все новые фишки Что придумали команды, что придумали Америкосы, сидя у себя в Америке Не, за атаку тяжело За атаку всегда было тяжело играть Да, но сейчас... Не, ну, нет Нет, в 1.6 была нормальная атака Мне нравилось Сейчас вот из-за... Банан посложнее стал Но я думаю научиться на нем играть Опять же, москвич поставили там очень плотный И, короче, новые пушки, новая игра Все заново Мне очень нравится, короче Я... Мне уже поиграть захотелось Мы вечером... Ну что, это дуга, да Сейчас будет, по-моему, халява Халява на дуге, да Вечерком миксец обязательно Выиграем Я думаю, нам надо собрать все равно команду Да, на гидрайт и фрайберга Пытаются выйти сейчас ребят Ну, сейчас фрайберг просто даст моменталку от стенки Все, и первый пошел Второй пошел Третий там на входе Пули кончаются Пистолет и подыхает у нас Как видим, фрайберг Ну, вот переключением Вот оружие Когда вы его переключаете Здесь немножко дольше Нужно ждать по времени Поэтому, если вы Играете там в CSGO первый раз И случайно совершенно Вы меняли девайс на пистолет И вам дали в бошку Не обижайтесь Не вас проблема Слушай, стандарт, у меня бинды О, заработали Да все тут работает, нормально В итоге что? Синг дал один минус Хико идет с разменом на Б Убивает 1 на 1 Остаются на экораунде Ну, и Фифларен против Хико Ну, у Фифларена хп больше У Хико нет армора Но он подобрал Нету диффузов Ну, вот он думает, что там поджали мид Вот смотри Ситуация один в один Пацак дает гранату с банана И палец Ой-ой-ой Он просто пошел на бомбу сейчас Как бы ему нужно забрать бомбу Которая лежит где-то вот здесь То есть бомба То есть нам ее сейчас не видно Сейчас я покажу Секунду одну Где она лежит Вот я ее видел, что она Вот она Вот она мигает То есть вот она на карте Почему-то не отображается Странно Но должна была Но тема в том, что Хико думает, что там был поджим с мида Там ждет чувак на голову На самом деле Фифларен просто встал на Б Времени 17 секунд Но здесь с этой позиции Хико может побежать и на Б И на А Если побежит на А То он только выиграет В этом, да Выходит на мид Нет, побежал на Б А что он делает вообще? Он думал, что его поджал Фифларенца И сидел на боме Но на боме никого не было В итоге Хико уходит под Б И понимает, что Скорее всего чувак сидел на Б Зачем я это сделал? Подобрал бомбу И, о боже мой Не, вообще Что он делал? Я же тебе говорю Он сидел, сидел, сидел Дождался, пока не осталось 10 секунд То есть из них, которые 4 И там нужно ставить бомбу И побежал Но он, наверное, надеялся на то, что Что он Супермен И он сейчас Пролетит банан? Да не, он просто, наверное, думал, что Чувак на него будет Аркадий Но Аркада не было Плавно А то сыграл аккуратно Грамотно И просто подождал А посидел Не, он все равно Перемудрил Перемудрил Тут сейчас будет, походу, закидка меды Так, Хико на Москвич Дает ХЕ Банан не выходит Агрессивно Да, 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 да Вон там яма Яма два раза Ковры поджимают Тих парней лучше Вот они И вот первый парень упал Второй парень на размене Но, как видим, никто не вышел здесь в Аркаду Угол остался неодолен Сейчас будет второй мид выбиваться атакой Я не буду его занимать Я, наверное, десант пойдет в люльку Десанта шпиона Фифлар на мидле Не попадает с ВП Сейчас уходит на зелень Получает флэш Контроль и центр Нормально все Сейчас в Фифларну влетит флэшка Вот она влетает Да, он белый-белый Белый-белый Вот только сейчас Вот только прошла флэш Он в библиотеке занимает позицию Еще флэш Библиотека Смотри Семфис открывается Все, к нему приходит Тиммейт Они топ Ой, они натопали на дуге Ой, все стянулись Ой, а Фрайберг-то слышать мог Это все дело Все готов, готов Гитрайт уже здесь Флэшка, кафель Геттер там Флэш поздняя в плент И B3 дефенс Гитрайт был слепой Вот только сейчас флэш прошла Заход Гитрайт принимает Не дает Походной Уходит под 90 Хорош Вот я объяснял Что здесь Будут пытаться Через кафель ходить Чтобы поставить на катушке В итоге вот попытка Поставить на катушке 51-х И они сразу отвалились Все, последний Здесь просто Грамотный перекрестный огонь Опять же Атака тупанула Не надо было топать Вот Фрайберг слышал Видимо дугу И поэтому уже стоял С заранее заготовленной флэшкой Которая пролетела Первая пролетела на кафель Вторая упала в плент сверху То есть она взорвалась в воздухе И браунд был 4-0 Пока что в пользу НИП Но это дефенс Это дефенс Посмотрим как Напомню пока что Группы пока начинается раунд Ребят В чем фишка этого матча Если сейчас Ари 51 не берет Кстати по 2 игры Сыграно у двух команд Хотя 3 по-моему Ари 51 уже матч Ну в общем Серьезная игра Если американцы не выиграют То наверное Они здесь и потерпят Есть такое у меня подозрение Слэмчик Вернись пожалуйста В группу Так Такс Что же мы здесь видим Ну опять Второй мид у атаки Как бы Звено из 3 игроков Подсадка в люльку Наверное будет вот сюда И выход Наверное на 20 Либо они Нет Они наверное скорее всего Просто мид выпьют Просто очень Агрессивная атака На самом деле У американцев Можно аккуратно играть Занимать ребра Тусоваться в них Потом Выбивать как-то здесь Линию Такой Тут кстати Есть еще дым Один прикольный С второго мидла На Чтобы изолировать библиотеку Вот эту Тут можно дать гранату Какую-то отсюда Дымовой И она просто здесь падает И все Все дымит Поэтому АВП библиотека Не очень Хика дуга Флэш Ну вот оппонент К нему не вышел Тут просто НИП оставляют на Б Одного Гидрайт бегает Как суппорт То есть Респ И перемычка Я сейчас вернусь Тебе на секунду Я пока просто проверяю Таблицы Все ли у меня Пытаюсь понять Чего здесь ждет Хика Как бы Да Он знает Что один на Б И четыре А Скорее всего Будет играться Либо там Один суппорт Три А И один Б Но дому выходить не стоит Он все-таки Пытается открыться Сейчас на плент Начинает топать И его должен был слышать Один из игроков Да Фрайберг Слышал проход На церковь Дал инфу Здесь как видим Выходят И отдаются с бомбой Сразу опять качель Пытались создать Американцами Получилось И Фрайберг Замыкает Двумя минусами Ключевыми Этот раунд Забирает его Своей команде 5-0 В пользу шведского Коллектива Нинджа In pijams Ниндзи в пижамах Пока что разрывают Соединенные Штаты Америки Которые были такие грозные 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 Серьезные А Тафа пока что Решают Нам ответил Овен 3D Кстати мне интересно Решают вселенские Проблемы Старладера У тебя тоже Да Там вдруг Внезапные Старые Знакомые Появились Таф Дай инвайт Ну Таф Дай инвайт Так Вот АВП От Фифларна Промазал он там Первым выстрелом Как видим на него Там идет кушка 250 Но тут прием уже ТЦК Тут логичная Достаточно атака Выход на ребра Толпой на эко И возможно Какой-то игрок Я спрятался Хотя они Ооо Вот это дружная Вообще композиция Как они тут все погибли Остается для меня Загадкой Но приколы Те же 6-0 Все Бай Бай Надо делать американцам Надо выбивать Начинать уже Очки которые отдали Ну и по сути Мне кажется Что по моему Американцы Ну в принципе Это и так было понятно Что они наверное Не осилили Но то что вообще Может не получиться Какой-то борьбы Вот и все-таки Фактор сильной стороны Может сейчас тут Сильно отобразиться На этой игре И по сути может быть Такой мощный Счет в одни ворота Ну посмотрим Что конечно Будет дальше Пока все спокойно Для ниди В пижамах Не забываем Не забываем Я говорил про дефенс На импер Дефенс Грешит Американцам здесь Надо по факту Взять 4-5 раундов Это им достаточно Будет в условиях Конечно Если они первую Пистолетку заберут Ну что 3 плюс 2 Играют сейчас В защите Ребята из Нипов Довольно просто Они действуют Никаких заморочек Здесь нет Гитрайт смотрит Банасы Гитрайт сейчас Пойдут перестрелки Давайте за гитром Наверное Посмотрим Уже пошла перестрелочка Ну Гзист еще на хелпе Цифра 4 Гзист на хелпе Подожди Подожди Гзист дает Закрытую флешку Идет укрепление Двадцатки Что фифларные А в это время 4 игрока выходят На мидл Давайте туда смотреть Там фифларен с ВП К нему в упор Будут сейчас выходить Игроки Не попадает На ровном месте Он выходил от флешки И пуш 20 Минус фифларен Навик упал Кзи закрывает 15 Нет 7 физ проходит Все прорвали Минус 2 дали И пошел Молотов под Б Защита Как Форест В больших песках Сейчас просто По шапке С первой Вот и первый раунд Зоны 51 Нормально Нормально взяли Хотя подожди Есть еще гидрайт Просто с Фрайбергом Это сильное звено Не забываем Гидрайт минус Сам врывается Сам врывается плент Парень в 1.6 Брал Такие раунды Здесь я думаю Он на что же удивит Что делать американцы Тюрьма И ой Опять это тюрьма Вот если бы не тюрьма Не эта позиция Не было бы вот такого бы экшена Можно было бы заходить в плент И спокойно Спокойно пинать Тюрьма это балкон Да 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 Этот балкон Видишь он встает с тюрьмы Да и перекрестный огонь На пленте А раньше ты мог ворваться в плент В 1.6 И тебе там никто ничего не сделает Стоишь ты за своим ящиком Никто тебя не трогает Выходишь на страйфе Даешь там минус 2 Префайром И все Как бы А тут Тут конечно посложнее Ну Это уже бонус для атаки Если А выбили То выбили железно Смотрим Фифларна Аркады мита ВП Чек яма Яма пустая Ну для него она пустая Но там уже просто был проход На дугу На втором медле Как видим Дейзет Проходит в упор Пока что разыгрывает Он сразу не целится И вот он Префайр от Дейзета Но это уже Америка Друзья Включается в раздачу Фифларна на самом деле Знал по таймингу Что там должен быть чувак И выход B Плент Падает молотом Ой Кико горит Горит Ох как пожарило Слушай он все равно Очень жестко жарит Там еще Там еще флеш Пленте Просто по полу жизни У двоих игроков Ушло в секунду Вот сейчас Поджарило их нормально Ну так и что Бомба катушки Сейчас будет занимать Церковь у нас Кико Посмотрим как сыграет Играет соврыв Хелпа Гидрайт Минус один Размен Ошибка Ну вот не надо было Так нагло играть Здесь Гидрайт Видимо уже угорает Над американцами Нам бы сейчас На эмоции их не смотреть Я уверен Там есть что-то Хотел ворваться Синг Минус Гзист И три в одного Ну Гзист Ты так знаешь Нужно бы тупо сыграл Пошел один Знаешь Форест далеко Форест сейчас покажет лес Давай Вот все 1.6 сообщества Из-за тебя братан Но в этом раунде Из-за тебя Сама ситуация 6-2 Да Нипы Отдают немножечко Сейчас преимущество Немножечко экономике Ари 501 Но Давайте сейчас посмотрим Что вообще у нипов Будет или вообще Будет что-то Да Дигл Дигл Два дигла Потом П что-то там С 13 патронами Один зашел Есть одна флешка У Гидрайта Ну и в общем-то Давайте смотреть Что они придумают С этой флешкой А играют и фолт Играют сейчас Три плюс два Так же как и на оружии Опять же второй мид Позиция Еще одна Для тех кто не играл в Сурс Никогда Вот отсюда Заключается в том Что чувак Чувака здесь практически не видно Он смотрит вход сюда в окно И обычно Если какой-нибудь У вас в команде Есть агрессивный типуля Который заходит Пробегак Назовем его так Да-да-да Он обычно сразу оттуда Получает в голову просто Вот Но тут есть еще одна Интересная флешка Как бы Одна накидывается Вот здесь Вторая прям с люльки И на морозе Может быть так Что Европа защита просто выходит И забирает Ну что мужик Врубай гитрайт И туда сейчас придут гости А гитрайт это не понял Уже Фрайберга Сцелили Гитрайт Лышен И в общем Все Зашли на Б Американцы Это 6-3 тут уже Да Форест бежит на хелл Гитрайту Ну и они вдвоем Не гитрайт Не гитрайт От бледного Отошел Все Он просто Подождал Он знает Что в церкви Есть кто-то И будет ждать Выхода агрессивного На себя Есть минус Уфларен Каким-то образом Дает минус Дегла Хедшот Гитрайт Идет В ложный Сейчас под 90 Будет выходить Они тут вдвоем Пытаются выбить Но не получится Здесь уже АВП Хика Хика здесь запирает На самом деле Неплохо Под дым Ну там лес Еще разошел Ой-ой-ой С берстом Пошел против Гитрайта Гулять Не гоже так Со шведами Но тем не менее Убирает он его Хедшотом Так прямо Сочно Смачно Ярко Великолепно И 6-3 Ну вот Ария 51 Да Набирают свои Какие-то очки Дальше будет посложнее Я думаю Сейчас от Нипов Стоит ждать Какой-то Супер пуш И поджим Так вот Мне нужно будет Все бинды Друзья Поменять Но Это потом Я думаю Завтра я уже буду В полной боеготовности Чтобы нормально Все кастить Просто после 1.6 Худо как-то Очень сложно Юзать здесь В гоу Встроенный Тут хотя бы Есть x-ray Это радует Ну судя по x-ray Что здесь Второй мид Очень Медленная атака Как бы С попыткой Выхода на контакт Где-то местами Ну например Вот дуга Здесь выходит вдвоем Первый чекает щель С бревен Где-то вышел под флэш Сам Айяяй Рано Вышел гидрайт Сам слепой Сейчас Вернулся в точку Вернулся Чуть Попытался его здесь Зажать Не вышло Ну а тем временем Четвертый игрок Уже Американской команды Под мидлом Один ковры Три мидл Сейчас будет выход Там Гзист Форест И фифларен Будут принимать Хотя нет Три плюс два Вот пока что комбинируют Не могу понять Все-таки Что решают Сейчас Зона 51 Вот Дейзер сам на мидл Пошел Не ну там Они пытаются с Б Смошнить кого-то Чтобы кто-нибудь вышел Пострелялся Ну да конечно Они хотят первые минус Ага уже три на банане Все сплит Б пошел Дейзер уходит в зелень Сюда же попытается выйти И Ситк Ой 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 Кривой дым Все пошел Выход Нет дыма Хелпы И там сейчас будет Просто перестрелка жесткая Фрайберг Фрайберг выходит Катушки Видит план План проходит Б3 Упор стоит Хика Хика минус 2 Б И это зачищенная Б Благодаря одному игроку Флэш просвет И ставится бомба Бомба ставится кстати Сразу же за Чуть не назвал это дело Бульгулятор Ну бассейн Не знаю Фонтанчик Опс Вот Синк сейчас Едва-едва не попал Шалит Шалит Фларен тяжело СВП выбивать Он по-моему Своего попал только что Фореста по-моему В спину мне пока Или мне показалось По-моему попал И его сейчас тоже добьют На РСП Уже не отпустят СВП И заберут этот девайс И по-моему У них будет Не-не-не-не Фларен тут еще побьется Побьет он Минус 1 побился Меня раздражает то Что здесь оружие Как пластмассовое Взлетает после твоей смерти Куда-то там На 20 метров над тобой Самое непривычное Что когда я играл в Гоу Ты не понимаешь Когда ты даешь минус То есть ты минусуешь А он так долго падает Что ты еще туда патронов 5 Успеваешь в это тело еще Пострелять Ну Давайте посмотрим Наверное немножко С моего экрана Что здесь происходит В этом матче Итак Начало раунда Смотрим Один гитрайт на Б По оружию Да действительно это эко У Гзиста только раскид И это будет агрессивный выход Походу на центр Давайте за Гзистом глянем Что он нам будет Предложит нам что-нибудь или нет Но слэмчик не забывай С тебя звук идет основной Поэтому у меня сейчас без звука Да-да-да Небольшой размен Ну и атака стоит Атака стоит И ждет врывов от НИПов Но НИПы понимают Что дальше тоже врываться не стоит И Но все равно на ближних дистанциях Пытаются вот с пистолетов Отстрелить своих соперников Но не подходя в упор Там что-то среднее Гитрайт Взял дедушкино ружье тем временем И собрался вот Что-то из него сейчас подраздать Дедушкино обрез просто Нормальный дедушкино обрез Он должен Я хочу посмотреть Он был тут один с обрезом Потому что он мог Выходя с банана Там просто с этого обреза Там Бум Мы посмотрим Может будут шарлы Если Америка будет смещаться Как бы в сторону Б-планта Может быть получится Если не будет То не будет Так Флэшка Гитрайт Усмотрим за ним Мне просто интересен Этот дедушкино обрез Все-таки сработает Там одного Синга оставили Тут сейчас Гетра пойдет просто в аркаду Нет Тут Синг с ВП Синг идет На тебе Опачки И АВП такой АВП такой Ой Это как вообще АВП вылетело на третий этаж Аж по-моему Покажи нам его Да там чувак просто настолько обосрался Дедушкино автоматом Что самого туда по ходу подбросил Но здесь еще Подожди Еще двое идут Гитрайту Да Попал Одного Хорошо Один Хелс остается У второго 40 Сейчас дедушкино обрез Здесь просто уничтожат всю Ой-ой-ой Фифларен помог Минус хик И си-си кей Зажимает по Гетру Но тут против Фифларна шансов мало Ой, моменталка на Фифларна Все, сиди на дуге, мы ставим бомбу Ты сидишь, молчишь, ты белый в молоке В сметане, но открываешься все равно на план Вторая флешка, но второго молока уже нет И можно здесь идти выбивать Уходит за третий ящик Не, ну Б3 здесь разыграть достаточно Трудно, потому что там есть Одна маленькая вылазка, в которой у тебя ждут В которой можешь ждать ты А, кстати, нет правила правого плеча, поэтому не надейтесь Здесь из-за угла раздавать Фифларен просто дождался стрейфного американца И это 7-4 благодаря дедушкиному обрезу Гидрайда, погоди, сколько у Гидрайда МВП? Я не знаю, но дедушкин обрез нормальный Просто проблема в чем? Ну вот первая МВП Фифларна сейчас будет Здесь нельзя выйти мини-стрейфом и уйти обратно Вы видели, как парень, не потому что он кривобот Американец, а потому что здесь реально такие стрейфы Здесь чуть не выйдешь, чуть-чуть показывая пол текстурки Ему пришлось выйти плотно И он, видимо, на этом ошибся только что Поймали его хорошо Как тебе счет? 7-4 Американцы все-таки молодцы Тоже набирают обороты Не Фифларен, закрыта у него страница Хотел я посмотреть, сколько он там накатал часиков уже Но это бывшие игроки Это Сурсеры, вот Фарберг, Фифларен Все мы это знаем прекрасно Кстати, интервью на Хэлт Йорге было очень интересное С Фифлареном, я надеюсь, что Чуть-чуть попозже, друзья Вот начнется StarLadder по CSGO Будет много интервью, обучающих материалов Мы будем их стараться делать для вас Как можно чаще Будем приглашать в эфир постоянно игроков Общаться с ними Будем изучать новую игру Конечно, конечно Сейчас очень много всего интересного Много обучения придется пройти Материалов и тому подобное Так, ну что, сейчас будет первая вылазка на мид Против Гзиста И Гзист у нас, по-моему, стоит с люки Как я понял Вообще странно, что вот у Гзиста А вот он Нет, стоп А почему он тогда так отображается? Что у тебя не отображается? А, вот он стоит Да тут просто ник отображается криво Типа Гзист, смотри, где находится Да, а тут он у меня вот здесь нарисован То есть это жесть Так, ну что, прорывает 15 Тут нарез, приезд кладу Дейзит проходит, принимает гидрайт Здесь Б, перемычку Сразу не дал пройти Дейзит, у Гзист закрывает по Сингу И 20-ка атака остановлена Ковры останавливает Фора Ставит хэдшот под ТСК И Хика в паре с Эмфисом вдвоем В пленте зашили, Хика один Вот на Хика интересно сейчас будет посмотреть Не знаю, нет инфы Гзист вообще не туда смотрит Заходит в тюрьму А, и все уже видит в тюрьме Да, 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 там 7 и минус 20 Быстро, быстро, 8-4 8-4 и не пыль в первой половине Одерживают победу Кто там что не говорил, еще два раунда до конца Ну, по сути, у НИПов, в принципе, все ясно У них сейчас будет третья победа Остается одна игра, по-моему, с бразильцами Или снова спортс Да, с кем-то, но это неважно, мы это все посмотрим Я сейчас могу сказать, с кем остается у НИПов Игра, быстренько пройду расписание и вам все, ребята, раз Так, ну мы смотрим, агрессивное АВП от Гзиста Вот Ричард А, НИПов же играли с бразильцами у нас Ричард замазал С МАУ-спорт нас ожидает, кстати, игра НИП, МАУ-спорт за первое место в группе Вот, вот, по-моему, следующий матч, кстати Да, следующий матч, самый смаченный Да Это не исключено Немцы, кстати, жесткие сейчас, реально Ну, они много играют Ну, они неплохо выглядели Я знаю что, я очень сильно расстроен тем, что нет российского флага на этом чемпионате И вообще флага с СНГ Да Я очень сильно расстроен На самом деле Ну, на самом деле, это разминочные чемпионаты для нас, как комментаторов, для игроков И для СВЦ, как чемпионата мира Все-таки он пока не уровня чемпионата мира Здесь пока Ну да, да, да Те, кто первые начали играть Ну, есть, конечно, топ-команды, но их Мало Мало, реально мало Мало Но мы с вами можем поменять эту ситуацию Вообще, в этой игре есть шансы у всех Потому что она не настолько отточенная Не настолько линейная Как бы Здесь есть рандом, который будет позволять всегда выигрывать кому-то Слушай, ну, знаешь, я могу сказать, что Все-таки Фифларн Какой-то он пока не супер жесткий Не-не-не, ну, у него роль не АВП вообще В команде Роль не АВП, но он постоянно с этим девайсом Ну, зато у него 15 на 6 Одно MVP в важном раунде, который он затащил А тут, по сути, некому быть снайпером Гитрайт хороший А Эмир Форест тоже ему лучше такого не делать Хотя Форест иногда он тренит Ну, с учетом, что АВП здесь, как в КС Г-г-г-г И... Нет, здесь АВП нормально, АВП вообще Оно переворачивает Да я видел, я видел, как ты переворачиваешься То, что вам там Таффа говорит, что он не знает Там что-то Я видел, вон, мы играли недавно Он там отпукивал пацанчиков Налево-направо с авика Оно просто как в 1.6 Почти Не считать этого размытого прицела А это Пока он размытый, ты не попадаешь Никак Вот сейчас посмотрим Марик научится, я думаю Если будет играть Я думаю, Марик там худш Так, выход из дома Минус Двое ковры Еще один в доме Ну, в общем, такой вот Незамысловатый эко-раунд Американской команды И... Вот опять выход на мидл Опять минус от Гзиста Сейчас еще один на коврах Там последний Синг должен умирать Ну, печально, когда они играют А где-то Синг сидит Я так что-то потерял эту позицию Вот Вот я с его глаз не могу Сразу понять, что это за место Вот Это, короче... Угол на 7? Да, это Гидрайт Гидрайт на дуге Это Гидрайт на дуге Он спрятался вот за стенкой Видишь, вот он Так ты посмотри У тебя целый контр-страйк Нет, просто так, знаешь Решил там Тафф и ночь удивления Сейчас его не прочекают А прочекают Прочекали сразу Стрим, наверное, смотрят Поэтому знают, что как Параллельно напомню, друзья Чат Киберарена ТВ Группа в Стиме Также СЛ4 Минспортс Комментатор Там у меня Сидят пара воинов И... Что ты так что говорил? Здорово, ребята Да я всех в чат зову Киберарена ТВ СЛ4 Спортс Да, вот, ребят, напомню Вот, да, вы можете найти Наши страницы ВКонтакте И там еще их есть Мы еще добавим сюда Все наши ссылки Потому что Самое главное Подсоединитесь И подпишитесь на CSSLTV Мы там пишем очень много новостей Освещенных 1.6 Освещенных Go И освещенных всем нашим турнирам Нашим стримом Поэтому будьте там Потому что Не пропустите наш стрим никогда Фифларен Поджим ковров с АВП Сейчас будет Ну давайте смотреть Как он здесь Кого-нибудь щелкнет или нет Ну же Ну что, там на него готовится Не, он не будет выходить Но только что почти вышел Здесь не надо выходить Здесь надо дождаться дальнего угла Вот, все, он увидел Он увидел то, что в люльку чувак запрыгнул Увидел калаш Он увидел калаш За решетки Даланфу 20-ка отдается сразу И Ника Ника Хика идет на развод сейчас Разводит на банане А выход будет на плен Пропрыгнули Видели тоже, видимо, АВП Пропрыгивали Дали неплохую флеш Они слышали, они слышали Когда он убежал Там люльку все слышал Выход на мидл Трое вышли Все, пошел Сплит Выход на точку А На тупиках пока 4 игрока Американской команды Их отфлешили Они стоят и тупят на мидле Поджима с Б Пока что, наверное, не будет Да, Гитрайт возвращается Четвертым на точку А И Агрессивно поджимают Сейчас не пыль Ну почти двадцатка Почти убил двадцатку Там попал очень плотно По тисикею, как я понял Тут еще Б Тут еще Б заброшенное Все Фларн минус Фларн слепой Слепой Слепые все Тут на Б На Б хика проходит Ой-ой-ой Встает на второй Молотов И побежал Вот как она жарится Картошка фри Картошка свободы 11-4 Первая половина Друзья Что ж, очень мощно, по-моему Да, мощно и легко для ниндзи В пижамах Ниндзя Энпай Жимпапапап Пижама Не, как у них там Ниндзи Пижамс Да, ниндзи в пижамах А как еще у них есть Расшифровка аббревиатуры Еще одна Не, другие нипы Это русский квейк-клан Это другие нипы Это тоже Старые воины Так же нипы Так же Только, только играют в квейк 2 до сих пор Так же Квейк 2, квейк 1 Ну Это те Вообще олдскульные ребята Как-то в одно время Образовалось 2 команды нипы Одна в Швеции Одна в России И Определенно Разные Нет, ну здесь я точно знаю Что эту организацию Поднимает хитин Потому что он Ну и восстановил Как-то там 5 лет назад Да, да, да Просто после того Что там СК гейминг Раскрутились С КС состава Как бы с одного Он хочет то же самое С КС гоу делать Посмотрим Удачи, конечно Нипам Ну и вообще там В Швеции По-моему Все люди боятся Уже работать Сотрудничать с СК Постоянные скандалы Деньги там Купили Перекупили Не дали С КС за СК Там за Мюллера Много косяков Я помню Как они Андрея Соболева Там был такой Варкрафтер Дэдмон Как они его набрели На 5000 долларов Как бы при этом Даже глазом не моргнув Сказав Что извини Помнишь Раньше В сети Такая фишка Была Интервью Глобальное интервью С Хиттоном Где-то на час Да, да, да Где он рассказывает Про все ситуации С СК То, что у них было С Нипами Десять лет назад Легендарный Помню Пятерочка Была Вот Хиттон Потти И компания Вот это была Пятерка Самая Самая смачная Все, пистолетка Что-то мы за Да, второй мидл Уже прошла Атака Действует очень медленно Это будет Стяжка на дугу Скорее всего Пиной двое в центр На Синг Сейчас будет выход От Нипов Синг Уходит на малое Ой-ой-ой Рейс меня затащили Фору Ступал Все, пошла дуга Пошла дуга Пошла дуга Вот она дуга И будут играть Они против Хик Одного Который на точке Проходят Хикоплен Нет Хелп Один хедшот Поставил он Нет, два в четыре Два в пять Вот что мне сейчас Больше всего нравится Это то, что мы Прекрасно понимаем О флешеный игрок Или нет То есть сейчас Просто там на зелени Такой разрыв был От американцев Они так ослепили Весь этот заход Всех перестреляли И остались живы Что-то шансов не было На пистолетку У Нипов Одиннадцать пять Поставленная бомба И какое-то Жесткое решение Будет ли это Дедушкин обрез Либо это будет Фулл с глоками И бай в следующем Нет, это будет Фулл Будет ли это Сумасшедшие пистолеты По 30 патронов За 400 баксов Их можно просто Закупить И у тебя все равно Будет фул А пять пистолетов Вот этих вот Тынь-тынь-тынь Гвоздометов я их называю Это, короче Это будет фул Потому что Не имеет смысла Сейчас здесь рисковать Не помочь А тут нет риска 400 баксов Один дым у Фореста Вот взял бы Гвоздомет Не, они бомбу поставили 800 Да, тут сейчас будет Какой-нибудь 5б Давайте посмотрим Давайте посмотрим Да, действительно Лучше за карты А, уже все Смотрим Кто там принимает Покажи нам муви О, тут трое на точке, да? Да, там двое на точке Нет, двое, двое Дейзет Ну вот Дейзет уже Фико слепой А Гзист Нет, не прошел никуда Дейзет будет хелпить Просто сейчас Да, он там уже Пошел выход сразу На Хеллили Дейзет Да, сейчас он проиграет Перестрел Ку-любому А, нет Там хелпа прошла Ой-ой-ой-ой Он там мог сейчас Просто их всех отжарить Ну как мог Знаешь, он забежал Под флешку в самое начало Смотрите В боем идут Гидрайт верст хорош Хорош По голове попали Ну тут хелпануть нужно было А, патронов не было У Гидрайта Вот в чем фишка Ну ладно Да, он ушел на Лилат Но там еще Вот, оп Крадется Просто Дейзет реально Секунд пять Стрелял в спину В затылок Типу Крадется к нему Ниндзя И Гидрайт Ну его даже увидел Да, но вот Ого, Лян Ничего Да нет, Гидрайтю нельзя Сейчас было Здесь просто на расстоянии На какие-то отходить Стреляться Здесь надо было Либо в упор выходить Убивать Либо забирать девайсы Сидеть за пакетом За цементом Ждать там Кого-то Ну его тут В любом случае Уже отжали Не, ну смотри Там по холсам было так Знаешь, что еще пару Хэдшотов там Пым-пым Но он еще последнему Он последнему зарядил Я уверен, много Зарядил-зарядил Но нам тут Посмотреть просто Количество хп Смотрим Смотрим Внимание Сейчас будет бай Есть закупка У Нинц-пижамах Это 5 АКМов Мы видим План по коврам Там Гидрайт Ну и Даже план по дефолту Сброшен в районе Скрипучей старой двери И Гидрайт пока что Вот ковры будет Видимо проходить Посмотрим Что он здесь придумает Такой дефолтный раунд Присовывается Наверное опять Попытаются занять Ну вот здесь классический 3 плюс 2 выход Там какой-то будет Вот Даже не 3 плюс 2 4 мидл сейчас будет Но они сейчас займут Вот 15 Пробросят 20 Но это вряд ли Давай синге включай Уже он там очень близко Сейчас будет Давай туда Жарить картошку будет Давай я пока С своего экрана покажу Он сейчас Как он так не строится Да-да-да Они ждут Они ждут Вот на Жареная картошка пошла Опа Фифларен зашла За спину За спину За спину пошла Картошка Опс И 7 плюс минус 20 прошли Это текай Фраг дает ковры Открывается Гидрайт Ой спина В спину В спину В спину Смотрим 1 в 2 Гидрайт Я не знаю где Плант Плант на руках Мы видим Нет он не на руках Он вроде малых песков Бывших там где-то лежит Ну и здесь Гидрайт Из Плант А Попытается сейчас Как-то зацарить И может быть взять раунд Посмотрим Есть граната Еще одна у него А Плант прямо перед ним Здесь должен лежать Где-то Да-да Вот он прямо Где-то тело Вот здесь И вот он Плант Маленький такой Кирпич на полу Ну вот он знает Что есть 1 библа 1.15 Должен подходить в упор Но он не идет в арку Видите Они ждут от него отхода Но по факту Минус 1 это 1 на 1 Поэтому тут сейчас Гидрайта Не запустят К упору Вот либо сейчас Он фраг сделает Либо нет Ну 10 секунд Уже надо ставить Он это понимает Сейчас наверное Вдвоем на него полетят Да что и делать Соперники Красиво Он успевает поставить бомбу Первые девайсины Конечно не берут Ребята но Шансы у них будут Очень-очень офигенные На Next У них есть деньги Есть бай Как бы все есть Все круто Но мы пока видим Что у Нипов Не так много тактик Не так хорошо уж Они страшно играют В атаке И в принципе Ари 51 Имеет все шансы Побороться в этом матче Но это вообще По-моему Их последний шанс Как-то спасти ситуацию Выйти в полуфиналы Им нужна победа Против Нипы И только победа В последнем туре Нипы сыграют с Мауспорт То есть там можно Рассчитывать на то Что кто-то Либо Нипа Либо Мауспорт Потеряют очки Американцы Поэтому им надо сейчас Просто цепляться руками Ногами в Эльферна Для американцев это будет просто Если они здесь не выйдут Как бы это по факту Сорс игра Да Если американцы Здесь не выйдут В плей-офф Это будет для них Реально трауром Ну что У нас Фрайберг и Гзис Сейчас идут На АБ Ой-ой-ой Их сейчас пожарят Молотов И все Пошла на жарочка Фрайберга до 72 Хиллсов Поджарили Ну Дальше все окей Что там у тебя Слово Покажу У меня мид Мид пустой Как бы Гидрайт Сейчас попытается Открыться 20 Да Слышишь Вот он Вот он Колокол Друзья Стратегия Колокол Это Форрес Походу Стрелял Бил в колокол Трое прошли По банану Один бьет в колокол Трое проходит По банану Видишь Четвертый банан И Гидрайт Будет пятый банан Ну пять банан Как-то вот такое Вот Посмотрим Фифларм В качестве открывающего Первый проходит Падает молотов Кафель Фаерберг Минус Хика И ключевой игрок Американской команды Погиб Все идет Вбивание Куда ж ты пошел Дейзет Минус Фифларм Фифларм Видимо тоже Чувствуется Да не Он по Дейзету Попал И подумал Что видимо Нормально попал Кривая флешка Ой какая флешка От защиты Сейчас убьют По-моему Этого игрока Кто что Не-не-не Дейзет Выжил Но убили Форреста За это Да-да-да Все Видел Вы Видел Дейзет Б3 Сейчас будет Еще один упор Выходит Хэтшоты Б3 Ну надо убирать Б3 Что они там С Дейзетом Придумали Он их по одному Как каких-то ботов Отстреливает Они просто прыгают На него Тут есть гзист Граната Гитрайз И его забирает Просто Семфис Плунта Все Дэвбомба Дейзет Просто МВП Раунда Он просто Просто сыграл Открою тебе тайну Сейчас вот Звездочка Появится Не у Дейзета А у Семфиса МВП Тот Кто раздефизил Бомбу Да это Не для нас МВП Мы то понимаем Кто раздал Дейзет Троих потушил Под 90 градусов Из этой комнатки Просто так тупо Шведы Я не знал Я давно не видел Чего они туда Ломились на него Втроем В эту комнату Они так хотели Занять Ложный Что Казалось Что это самая Важная точка На планке B Что вот По любому Заходить в ложный Иначе пространства Не хватает Как-то Ну не знаю По-моему Они уже были тоже Уверены Что выигрывают Раунд Но не тут-то было Ну да Есть АВП у Синга Он пытается На мидле отстрелить Ничего не получается Но 11-8 Это уже заявка Как бы да Неплохая И очень смело От американцев Видно что стараются Парни Как бы они там Не любили Оооо Ойойойой Ошибка от Фореста Не прочекал Столб сначала И Синга реализовала позицию Ну и он может быть И прочекал Просто Синга Сял за столбом Тоже вышел Сразу с выстрелом Да-да-да Тут именно так делается Выход в центр от Нипов Три игрока На пленте есть У американцев Три в четыре Они здесь будут Дефицит Не-не-не Не бы сейчас развернуться Попробуй Хотя двадцатка Двадцатка упала Ковры проходит чувак Игра против плента ТЦК плент Сигарета падает Флэш от Фрайберга И он увидел Первого игрока И видел плент Пытается выцепить на голову Попадает по ТСК Но Как бы здесь уже Против танка Ты не попрешь Как бы один в три Вот может сейчас В тюрьме спрячется И будет сидеть Ну вот он сейчас целится Там Синг за углом Да Смотри Он сейчас в тюрьму Зайдет и будет там сидеть Не-не-не Пошел Пошел искать Ну и вот тут библа Штек Оооо Вот это Фрайберг Хорош Как он так Уснул Его парень там Ждал реально минуту Ну он мог увидеть тени Он мог увидеть Тут иногда бывает Что ты видишь тени Тень да Тени решают Я тоже Тень есть Тень ребенок Реально Ну смотри Фрайберг Здесь Что Флэшка пошла Очень грамотно Разыгрывает То есть Пытается максимум Выжить здесь Слушай Но это может быть преломный момент, если он возьмет такой раунд. Конечно, вряд ли. Сейчас, скорее всего, упадет. Нет. Потоптался, показал Дэйзи. А его хик обошел с ковров. Тут как бы, если не Б, то да, все. Это именно хик. Спокойно. Очередной раунд для Ария 51. Американская команда продолжает бороться за то, чтобы выйти в полуфинал. С первого-второго места, я думаю, им не важно. Лишь бы выйти в полуфинал. Потом уже будут говорить о каком месте. Для начала просто надо обыграть НИП. Не будет победы сейчас. Будет Бара... Да. Потеряли американцы очки в матче с Мау Спортс. Выигрывая по счету, не смогли додавить своих соперников. И сыграли 15-15 с немцами. Печальненько. Но они пока идут очень хорошо. Для них это предпоследняя игра в группе. И остается игра как раз против Мау Спортс у НИПов. То есть самые мощные игры для шведов по концовочке. Ну и тем временем у нас на Б, как видим здесь, Фрайберг с Distant Forest, Яма 2. Тебе что, пейнт на камне удален или что, объясни мне. Понимаешь, насладиться. Ты меня спалил. Ну что, выход на Б, Фрайберг дает минус. Здесь один хик, а за 3 Б, но его минусуют. И пробита точка. Это, походу, 12 раунд для НИПов. Ну еще и стинг, дымы. Дымы отрезали АВП-шку. Ну вот сейчас Гидрайт. Оп, и не дал ТиКей убежать. Еще тут ИН2 прошло. Ну вот это уже больше похоже на КС, когда не все вместе стадом летят. Есть подрезающий игрок. Ну подрезающий, да. Это стратегия. Скучи стей, Гидрайт, что что делаешь, прекрати. Ну две халявки. Две халявки надел. Двенадцать девять. Двенадцать девять. Четыре раунда до победы, не пол. Слушай, ну тут такой, знаешь, довольно скользкий счет. Несмотря на то, что сейчас у американской команды Экораунд, они тут перекидываются пистолетами, сейчас жонглируют все команды на РСП. Но даже со счетом тринадцать девять они могут тащить, если возьмут тут следующий. Следующий раунд, наверное, все и решит. Если ИНИПы, то ИНИПы. Если Арии 51, то может быть все еще. Будет весело. Слушай, ну хватит. Что ж он такое. Темно тебе? Мне не видно на хуй, что происходит. Ну а здесь что? Играй через дугу и отстрел аркады. Пытались банан, чтобы выскочить. Двоем пока еще тусуется. Остается у нас здесь Дейзет. Синг, дейзет последний. В общем, убегает он в точку, садится. Нет, никуда он не садится. Да никуда он не садится, он просто пойдет сейчас и сдохнет. И утопится в колодце. На РСП контрол есть. Он может прямо вон в лужу утопиться на Б-планте. Как бы это нормально будет. Нет, все вышел на банан, видит соперника. Нет, все, сейчас будет хэдшот. За траваем пытается снять. Эх, выпустил, выпустил от этого парня. И тут уже, конечно, на дистанции забрать такого человека легко. 13-9. Ну что, четыре подряд надо сейчас арене взять. Ария. Ария. Пацанам из Соединенных Штатов надо взять сейчас будет. Реально очень-очень много раундов. Но я не думаю, что они на это просто способны. Ну тут уже надо вспоминать наш любимый КС. Да, тут уже денежка совершенно другая. И американцев деньги закончились. Уже он ФАМС. И даже кому-то на кольт не хватило. Нет, ФАМАСы здесь нормальные. Ну они стреляют, да, неплохо. С ОМАСом здесь можно играть. Слушай, мне вот очень нравятся все вот эти вот штурмовые винтовки, зумовые, которые вот автоматы. Ауги? Да, ауги, команда. Но я смотрю, пока на турнирах их вот не так часто используют. Ну все же зависит опять же от карты. Ой, какая флэп! Выход под флэш великолепный. Ну и там просто в упор засунул ФАМАС в рот туда. Я нажал на курок просто. Прямо заставил парня застрелить себя. Ну да, фрагер. Ни за что, ни про что, короче. Отличное начало раунда. Это то, что нужно было американской команде. Они побоялись. Вы сделали выход под флэш. Такой маленький элемент стратегии. Сделали большинство. И вот теперь Форест просто идет за счет скилла. Реально идет за счет скилла. Они вдвоем сейчас прокинут и попытаются разыграть до контакта. Да, будут проходить на кафель. Ну вот, в общем-то... Не-не-не-не-не, они под дым. Они под дым выкатом будут на респ сейчас идти. Оба-оба-оба. Форест тоже пройдет. Вот проходит кзист. Минус дает. Форест дает сразу размен. Все, пробитый хелл-патри в три ситуации. А теперь переключаемся на ковры. Там плант, выход. Все-таки у Айти-секей не ушел. Он спалил эту контору. Акитрайфа сдал. Семь форест минус хик. И вот это просто разрыв от шведов. Они прямо взяли и сожирали. Сейчас американцев, как... Американцы каждое утро ходят хавать в Макдональдс. Ну, вообще, на самом-то деле, вот по исполнению, да, если говорить. Нипа немножечко поспешили. Те два игрока, которые выходили с ковров, они должны были там секунды на три выйти позже, чтобы их не увидели. Ну, глядал так, а здесь такого нету. Здесь люди, как бы, ну, на такие стяжки не ведутся. Здесь все сидят всегда до конца, потому что здесь карты нездоровые, здесь карты маленькие. А все то же самое вообще. Да ничего, не то же самое. Все так же вообще ничего не поменялось. Не знаю, мне нравится. Го, все тут будет хорошо, пусть люди учатся. В принципе, вот полгода, я говорю, у нас уже будут такие вот дефолты. Мы будем знать флэшки, расклады. Мы будем знать расклады, голы, как бы. Ну, а тот самый ключевой раунд, Непы-то и выиграли. У нас сейчас очередной ЭКО от американских команды 14. Ну, 15. Ну, в принципе, 6 подряд тяжело будет. Не, ну и самое, друзья, главное, да, почему на Го стоит обратить внимание, самое главное, да. Первый раз за 13 лет разработчики игры Counter-Strike поддержали competitive mods 5 на 5, поддержали всеобщепринятые правила и сделали матчмейкинг для этого, как минимум. Ну, и в этой игре есть поддержка. Вот вы когда в кейсе 1.6, последний раз, видели обновление? Серьезно, оно выходило... Кроме там 2003 года... Не, они выходили постоянно, на самом-то деле, там постоянно что-то меняли, там пофиксили на этот баг. Вот вплоть до, там, он каждую неделю до сих пор выходит на 1.6 какие-то патчи, но толково и по делу ничего. Ну да, там во мне сделают матчмейкинг, там не будет ничего, да, я бы не... Да не в этом, нет. По сути, если бы вот сейчас взять, просто переделать старый Counter-Strike, сделать вот такой нормальный ху, нормальный матчмейкинг там... То ты получишь Counter-Strike 1.6 на движке Сурса. Да нет, вот на том же движке, только вот с этими всеми фишками, вот если бы сделать, было бы замечательно. Я бы заплатил бы 10 долларов и купил бы КС заново, только играл бы в него, знаешь, ну да ладно. Хотят новый, без проблем давайте в новый. Ну а что плохого в новом? Абсолютно новый, да? Ну новый так новый, ну кому-то может быть не нравится физика, мне если честно... Да блин, физика, физика не нравится только тем, кто нахрен играет в 1.6. Вот реально, ну там постоянно, что там, не знаю, всю жизнь свою на это потратил. Конечно физика не нравится, потому что непривычно, неудобно. Я просто такой, знаешь, человек, который играет во все игры, поэтому... Ну я знаю, что ты играешь во все игры. Мне самое главное, чтобы правила остались КСовска, сама суть игры КСовска, карты в принципе ниже. Да, 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 как бы. Ну как бы все заново, но это даже отдельная история. Нипов тем временем не получается, тем временем, ну я говорил, что да, вот Ислайм говорил, что... КП закидали. Довольно спорный будет, два игрока осталось, довольно спорный будет стрим, будет много мошны, всяких приколов, не приколов. Сейчас Гзис возьмет раунд. Ну Гзис сейчас, я не знаю, возьмет ли раунд, просто там Серкви уже обходят, и он уже, да... Семфис его уже сейчас должен жарить, да, все, минус от Семфиса. Нет, Семфис зажимает, и все, мимо, лол, дает уйти за Б3, все. Рилат от Гзисто будет просто финиш-химом для американцев, но он не идет на Рилат, он ждет на контакт и не убивает. Ну что первый матчпоинт отыгран. Пятнадцать-десять и еще пять подряд. У-у-у, сложно все равно. Ну, очень сложно, да ничьи, конечно. Но здесь надо им выигрывать вроде как по-любому, да, там расклад в группе какой? В группе расклад такой, что если они сейчас не выиграют, то, наверное, будет ГГББ. Ну вот сейчас покажу вам группы. Четыре очка. Если не будет победы, четыре очка и останется. Останется одна игра, максимум, что смогут набрать американцы, это семь, а у Мауспортс уже семь очков. Ну, хотя в последнем туре они играют с НИПами. По сути, по сути. Мауспортс сейчас пропускает тур. Да. Но если бороться за второе место, американцы могут еще даже проиграть здесь НИПом. Сейчас будет война на медле. Главное, чтобы потом НИПы не проиграли Мауспортс. Готовится прокид, и все. Вот аркад на второй мид пошла, второй чекает СВП, у нас Синг. Ну, вот Сингу здесь, конечно, залетело сразу же. Все, пошли, пошли по банану. Сейчас НИП, там мешало Молотов, который лежал очень долго здесь, жарил. Ой-ой-ой, Кафель не может отстрелить. Еле-еле экзист, да, забирает. Да, это победа. Здесь минус три моментальные. Плюс еще Гидрайт в качестве отрезающего игрока. Ну, все по стратегии четко, но вот отрезает он. Слушай, там ТСК, что разошелся, дал хороший минус А. Два в три, один на Б, один ТСК в песках, знаю, где находится ТСК, его нужно как-то подзабрать побыстрее. Ну, сейчас посмотрим, посмотрим. Ну, ТСК плент остался, Хика Б, вообще зря они поломились там на А. Ой-ой-ой, ТСК плент минус один дает размен от Гиста, ну и один в два Хика. Вся судьба североамериканского Counter-Strike в его руках. Ну, видишь, Хика не пытался читать, он до конца сидел на Б, не угадал. Не, а что, почему не угадал? Тут не угадал, не угадал. Здесь то, что ты стянешь и не стянешь, толку от тебя не будет. Ну, что, можно было вдвоем это сыграть попробовать. Ну, вот он вышел под свой же флэш, съел, в итоге заходит, один на одного двадцатку видел, видел гранату, знаешь, что сигареты его... Гзист вообще ушел, там один на один, там фифла ранцевал. Пристреливался, Гзист ушел, тоже вот. 16-10, друзья, ну что ж, это ГГ, это ГГ в этом матче, на этой карте. И мы, наверное, перейдем сейчас к вашим комментариям в стиме, в чате, я посмотрю, что вы здесь писали. Почему я смотрю, Рахимов ХД вообще не лагает, смотрю Киберарен на 360, и все лагает так, что пипец, потому что ты смотришь на 360. Так, Синкс ВП четкий. Ну, вот, заметим, заметим. Вообще, демки будут на этом, после этого чемпионата, я уверен, и все эти демки мы посмотрим, посмотрим мувики, будет очень много контента. Бразильцы обыграли Лоуэд Лайонс 16-6 на трейне, вот так вот. Как тебе? Интересно. Ария 51, тайм-аус, не пупит, т.д., но у меня вот это последняя новость. Так, ну и что можно здесь сказать? Ну, я пока сейчас заполняю. Голландцы третье поражение, у бразильцев четвертая игра, они заканчивают свое выступление на чемпионате с тремя очками. Такая мрачная для них ситуация. Ну и кто-то еще должен, а, ну все, только бразильцы сыграли все четыре тура. Они уже отдыхают. Давайте покажу таблицу, и мы на короткую паузу сейчас уйдем, пока Слэм там читает комменты. Да я читаю комменты, что я зашел, читал, сразу понял, что комменты пишут фанбои Сени с СНГ. Как бы... Да ладно, успокоюсь. Да я не успокоюсь, просто не успокоюсь никогда на эту тему, потому что я считаю, что это тупо. И все. Не надо про это говорить, как делают это другие. Я тоже очень много чего хотел сказать бы по определенным стримерам, что они несут, но я этого не делаю уж никогда. Я не тебя имею в виду, дружище. Да и я не про это. Я тебе говорю просто про то, что как на самом деле оно выглядит. То есть, ну, понимаете, просто вам-то, вам-то про игроки это показывают с точки зрения, да, я верю в 1.6, а на самом деле на 1.6 никто из спонсоров не дает бабки, как бы. Так что, потом все равно... Все, слайм, ты иногда взрываешь, по-моему, мозг всем, и мне, и себе, и не парься. Давай подождем полгодика, посмотрим, что из этого получится. Слайм, смени красавица. Пока на таблицу, ребят, давайте посмотрим. Про гейминг сыграли все 4 матча, 3 очка, 1 победа, 3 поражения. Ну, в общем, понимаете, что шансов у них немного. Голландская команда сыграет в последнем туре с американцами. Американцы, я думаю, добудут здесь победу, у них будет 7. Lowland Lions должны ассоциаться с ноликом. Ну, и все решится по разнице раундов, видимо, между Mausports и Ari51, потому что, я думаю, что все-таки Нипы, наверное, должны обыграть Mausports. Хотя, если будет карта Нюк, то бабка надвое гадала, и на Нюке еще Mausports и Паблориса с Нипами, хотя мы видели, что на Inferno, возможно, тоже могут побороться. Так, Нипы играют с Mausports, да? Да, если Mausports, в свою очередь, выигрывает этот матч, то они выходят с первого места, Нипы будут вторыми, а американцы, как бы они там не старались выиграть у Lowland Lions, они все равно не выйдут. То есть все в руках Mausports, побеждают, выходят с первого места, проигрывают, может быть, даже еще не выходят, я не считал разницу раундов. У нас пока что небольшой перерыв, Слэм врубает какой-нибудь качественной и, надеюсь, позитивной музыки.